Да, в том-то и суть, что секс это такое уникальное явление, что мужчина, по идее, может достигнуть пика своего эгоизма за полторы минуты. Ну да. То есть просто раз и здравствуйте, благодарю вас. Ну, которому пофигу на свою партнершу. Да смысл, смысл этого всего, то есть понимаешь, тот мужчина, который полторы минуты это делал, который может себе все позволить, то есть а смысл, то есть такой бах, то есть внутри, получается, он как головой своей думает, его распирает чувство желания, возжелание бешеное такое, хочу, да, мое прям намерение такое, душ, и он просто идет и сливает энергию, и что он при этом чувствует-то? То есть он дальше, игнорируя вот эти вот все-таки ресурсы, да, то, что он выложил, он, ну, как покурил, в общем. Когда вот курить хочется, да, ты такой... Ну да, ну просто подручил бабу, короче. Реально такой, о, такой, все, отсутствует желание курить. То есть такой, шух, все справился, так же здесь, и сигаретами, если ты запускаешь что-то по телу, да, то там ты просто лишаешься части и вместе с этой мыслью, и строишь себе иллюзию, что вот какая у меня там тёлка офигенная, какой я красавчик. Вот у меня, не знаю, у меня всегда была мысль первостепенная о том, что, ну, главное, чтобы как женщине первой доставить удовольствие. То есть у меня здесь эгоизм всегда как бы в сторону, то есть посмотреть за ней, то есть довести её, а потом самому приходить. Так и суть, что тут, видишь, в сексе можно думать эгоизмом, умом, там, ну, о красивой жопе, о том, какой ты красивый. А можно любовью любить и думать именно о том, вот, что потомство, что вот как оно там, слияние с другой там душой происходит и прочие такие моменты. Это работа, это, то есть понимаешь, типа во время ебли работаешь, трудишься. Не, ну, это, не знаю, ты думала, что тут? Ну, трудишься, трудишься, да, то есть понимаешь, как направляешь своё внимание. Так именно вот так направлено, и мне именно сообща. Ну, просто, как бы, у женщины по-другому тут у женщины, вот надо ничего не думать, мозги расслабить, понимаешь? Просто телесные ощущения прочувствовать до конца вот этого. Ну, до конца, где конец, до какого конца прочувствовать их телесные? Вопрос, куда ты их заводишь в первую очередь? То есть заводишь ты их в душу, эти ощущения, или живу? Что получает удовольствие? Твоё эго, которое раздутое, которое вот, вот эту хачуху подбирает и отправляет куда-то туда, далеко-далеко, где твои ощущения? Либо же это что-то такое душевное, ты понимаешь, что ты любимый человек, ты понимаешь, что ты любимая, ты понимаешь, что мир прекрасен, что мир о тебе заботит. Вот, и что, ну, не знаю, про детей вообще-то, наверное, какие-то мысли тоже могут быть. Что вот он родится прекрасный, что в готовую там. Вот, поэтому, а дальше по чакрам как-то поднимается, то есть, это же, может быть, как нежное, да, какой-то секс-проникновение, да, то есть, там, вместе с поглаживанием. Может, как животное страх, но это уже точно на эго, это уже точно на нижних чакрах, да, когда там какие-то побивания какие-то. Ну, и кто-то можно делать, наверное, мило, с милым намерением, да, по щекам трескать, но, как бы, это, дальше важно там подниматься, то есть, уже, и это управление вниманием. Доправление внимания в момент, когда твое эго такое, бля, я хочу сюда, а ты такой, опа, стоянка, понимаешь, вот это вот управление, управление собой однозначно. И видно эту технику, каждый приходит сам. Посмотри, о сексе, как и о смерти, в принципе, вообще мало чего известно. Об этом принято молчать, ну, как молчать, показывают только физику, показывают вот самую, вот, представляешь, как бы стена, не то, что стена, а вот лицо, лицо чего-то, и дальше идет бетонная такая, это, свая, то есть, начало свая, просто, вот эта, головка. И вот головку эту показывают, парнуху, а это же вообще шелуха, это защитная вообще пленка, она потом отдирается просто и выкидывается, а там совсем все по-другому. Вот, получается, вот, чтобы более вот это расширено, да, это вот как раз есть тантра, но тантру кто-то так показывает по телевизору, это же... А понимаешь, здесь отсутствует, потому что скажи ты это, выложи, как Камасуту, да, люди будут просто повторять. То есть, религия и все остальное, наука, это записано то, что прочувствовано, но это интерпретации. И когда другой человек смотрит на эту интерпретацию, если у него в башке установлены другие шаблоны восприятия, он воспринимает эту информацию по-своему, так как его учили, так как он, в каком он направлении двигается. Так же, как вот, например, с сигаретами, да, понять, как он может мне рассказывать про то, что он знает, как бросить курить, если он сам куриет. Ну вот, вот, а если я сделал это сознательный выбор, просто взял и сознательно вот закурил, потому что, ну вот, я без мысли каждый день, чтобы бросить курить. Мне просто тоже вот это вот было, там показывают, ну нет, есть же такие, ну там, так сказать, секретики, где можно посмотреть, что такое это антра, вот сейчас обучаюсь, что стало якобы модно, да. Ну что ты там узнала? Нет, я смотрю просто на это, я понимаю, что, ну да, это для них, для кого-то, кто это там когда-то изобрел, для них это так, да. А для другой пары совсем, может быть, по-другому, там, в них отношения. Да, даже для этой же пары, понимаешь, вот все, что ты знаешь, все, что ты думаешь, оно остается в том моменте времени, в котором ты это подумал. И придя в новые обстоятельства, в новое время, даже через пять минут, повторяя этот же трюк или это же действие, оно уже будет по-новому. Ты уже будешь новым. То есть тот, который уже отыграл свою роль, он остался навсегда в том моменте времени. И пошла дальше, там, змейка, цепочка, вот, все, проявление тебя. Понимаешь? Каждый раз в одну воду, как без вариантов, войти. Даже суп один и тот же ты сможешь приготовить, вот, чтобы вообще, вот, точно-точно, отсутствует такая возможность. Где-то морковки больше, где-то еще что-то, так же и здесь. На другой стороне, знаешь, еще, но все равно есть плюс в том, что ты смотришь на то, допустим, когда другие что-то показывают, и у тебя фантазия хотя бы расширяется, да? Это когда ты правильно зеркалишь. То есть смотри, когда мы в уснувшем состоянии, то мы в других видим ошибки. То есть наш эскалатор направлен вниз. И мы видим в них только этот какой-то кривой, этот лох, этот, что ты толкаешься там. Этот, а, посмотрите, обманул. А, там, ну, вот это что-то, барыга там, или еще что-то. А когда у тебя фокус, фух, направлен в лучшее, то ты видишь другие совсем стороны. Ну, как бы, хочешь тоже, ну, как сказать, не то, что же обучиться. Тогда, как говорится, если ты мудрый, ты на чужих ошибках учишься. Ты понимаешь, о, светлая душа пришла сюда за опытом, и вот она вот сейчас находится на вот решении этой задачи. Ты даже если знаешь, ты без вмешивания. Потому что, ну, понимаешь, родитель, который за ребенка жопу вытирает, потом ребенок в школе обосрется, и всем будет смешно. Понимаешь? А если он умеет жопу вытирать, то он красавчик будет. Так же здесь это все равно. Вмешиваясь в судьбу другого, помогая нищему, который сам решил, что он нищий, он сидит, он просит, он без применения каких-либо действий. Его мышление, его энергия направлена на то, что какой мир у боги, а я такой страдательный. Творец, пришедший вплоть, может стать кем угодно, и нас запечатывают в блошиную банку по рождениях. Такая задумка, наверное. А может быть, это очередная задумка, то есть сколько было популяций людей, и сейчас такая популяция, что вот, типа, связь со всем миром появилась, но какая связь, на чем? На порнухе, на бабках, на оружии, на наркотиках? Вот эта связь, она мощная связь. Но она, это, как бы, важно понимать, куда она идет-то. Что она ведет-то вовнутрь. Судьба у человека уже предрешена, то есть вот эту душу послали в это тело. Есть множество вариантов. Я вижу судьбу, вот как вот вообще просто раскрывшись передо мной, вот пласт возможностей. И вот я, как на вагонетке еду, то есть я, понимаешь, как, это вот как нарисовать букву Т, или любую букву Г, например. То есть до какого-то момента ты идешь ровно вверх, но ты знаешь, что будет поворот направо. И в том плане, что жизнь, вот, живешь уверенно, как будто она идет по роликам. Как будто есть судьба, но на самом деле ее нет. Понимаешь, вот в этом самый прикол. То есть ты живешь уверенно, что твой Бог заботится о тебе. Но ты уже в прошлом, например, сотворила дела так, что вот она, реальность тебе в этот день сформирована вот такая вот. И у тебя, смотри, трудность. То есть у тебя трудность. У тебя там, я не знаю, колесо прокололось, а там пришел большой счет денег, с квартиры выселяют, с работы уволили. Ты такой, душ, а что это твое предыдущее? Нет, это к тому, что твое предыдущее в этой жизни или вообще в прошлой жизни? Это же может быть в прошлой жизни? А это ты уже ум включаешь. И здесь, если ты хочешь туда копать, то важно, чтобы ты копала по благости. То есть если тебе приносит это удовольствие, любовь внутри, то ты этим занимайся. А если в тебе это сеет сомнения, какие-то откоряги, там, что-то кто-то там, то есть все проблемы от ума. И важно им управлять. То есть либо ты меняешь отношение к тому, куда ты идешь, если тебе, ну, прям, так сказать, социум, да, определилось, как внешние обстоятельства определяют, что ты вот это вот по-любому сделаешь. То ты меняешь к этому отношение. Либо же ты меняешь то, куда ты вниманием смотришь. И говорю, делаешь это в лучшем образом. Нет, ну, в итоге хэппи-энд у данной личности, вот, у данной личности с душой, с этой, уже сценарий, как бы, известен заранее по идее. Весь в лучшем сценарии. То есть вот смотри, я вот здесь в Меркул-Узбехин, я могу стать настолько великим, насколько я внутри себе это позволю. И чтобы стать мне великим, вот, например, правителем, там, мира, то есть мне важно суметь пропустить через себя эти энергии. Ну, чтобы стать этим правителем, это уже было заранее предрешено, что ты им станешь? Смотри, как все творцы, то есть в каждом есть частичка Бога. И он дает всем зеленку, он всем дает добро на то, чтобы проявиться лучшим образом. Лучше, как ты только сможешь. Но чтобы это суметь, важно внутри это сгенерировать. Сгенерировать проток этих энергий. То есть у нас с деньгами, а это и со всеми энергиями, как? Мы чего-то хотим, дай, дай, дай мое, а как отдавать, так снемся. То время нету, то денег нету. Вот, а важно, понимаешь, проточность. Подожди, а как получается тогда у людей, которые, допустим, вот это все, что ты скажешь, есть, но не издение какое-то по жизни? И подожди, и видеть важно, кому отдаешь. То есть отдавать можно же, можно просто бросить, выкинуть, и ты потерял энергию. А если ты ее грамотно передал тому, кто действительно ее потратит дальше, так же, как ты. Поэтому мы играем в пас только вот. Думаешь, какому просто жизни не существует? Да зачем мне об этом думать? Я могу об этом ошибаться. Не, я просто к тому, что... Ну, я сложил свое мнение об этом, но оно мое. И другой человек может хорошо и продуктивно построить свою жизнь со своим мнением об этом. Хоть без веры в Бога, то есть, понимаешь, мой Бог, он тоже такой абстрактный. Это и есть вся матрица. Это и есть все, все модели поведения. То есть, по сути, мы нано-роботы. Везде программки свои работают. ДНК, программа, пишущаяся речью. И чем образней твоя речь, без термина язык. Язык бывает поганый, говяжий, без отрицательной частицы. Она в космосом, без прослушивания. И может быть, вот это то, что я без этой частицы... Что я в этот момент делаю? Я направляю внимание в себя. Я говорю по-другому, чем другие. Понимаешь? И меня вроде как все понимают. Но может быть, какой-то он коверканный, картавый. Да пусть это их оценка. А я уверен, понимаешь, по вере вашей и воздастся. Безупречно, как самурая. Просто идешь по ниточке. И, как говорится, оглянешься, окаменеешь. Понимаешь? Только чуть страх. И будут кругом акулы. Понимаешь? Они есть. Но когда ты вот... Фух! Все. Просто вся жизнь тебя проносит. И как тут думать? О какой судьбе? Судьба? Или без судьбы мы живем? Все, ты падаешь в этот момент. Понимаешь? Поэтому монахи и сидят в этом состоянии. Без выхождения в людскую суету. Потому что они будут вынуждены держать это. И наша реальность строится наслоением вот этих всех реальностей. Благодаря вот... Ну, тут все грамотно устроено. Даже если мы будем помирать, это будет красиво. И похоже, с нашим количеством вот этих зомбаков, которые поверили, что деньги их бог. Которые входят в храм, чтобы в бомбе постучаться. И чтобы хоть что-то защищать. Понимаешь? Это блохи, запечатанные в банку. Это светлая душа. Да. Она там есть. Но это ум, который сел за пульт управления. А уму пофигу. Посмотри на наркоманов. Я был наркоманом. Я знаю, что это. Это все. Это машина со своими моделями поведения. Отрицающая еще и свои ошибки. То есть дойти до чистоты. Это волевой, отважный поступок. А дальше идет воздержание. Воздержание тоже само приходит. Ну, как само по готовности. Вот, друзья. Такой ролик у нас начали с секса. А закончили всем подряд. Философии. Жми лайк. Подписаться. Посмотри мои каналы. Там полезные каналы. И я к этому пришел. К своей медитации. Когда отказался от денег. То есть у меня был план. Как заработать миллион. Я там продвигал. И я знал. Это конкретно бы случилось. То есть это такой же план. В принципе, как и сейчас. Но сейчас он построен на любви. Прямо конкретно на любви. И в нем участвуют люди. Такие же. Которые делают это с любовью. А тот. Ну, тот рухнул. И все здорово. Все здорово. И мухомор помогает остановить бег ума. Но просто есть мухомор опасно. Опять же. Если ты. Ага. Ему помог мухомор. Вот это он говорит. Сейчас я съем. И пойму столько же. Заблуждаешься. Ты там увидишь свои блоки. Чтобы дойти до моего уровня. Понимаешь. Это как атлеты ходят в зал. Штангу поднимать. То есть я вот. Чтобы поднять вот этот свой вес. Который сейчас вот. Уверенно держу. Я его держу в уровне эго. Все что говорит информацию. Это мой мозг. Это эго. Но он создал такую платформу. Такую площадку. На которой мне комфортно. На которой я расширяюсь. И пропускаю свои энергопотоки. Вот. И. Благодарности. Ваши благодарности. Которые я собираю в телеграме. В телеграме. Где мы общаемся. Есть чат. И это говорит о многом. Это меня держит. Потому что. И мне бывает. Приходят старые. Программы. Программы того. Того же алкаша. То есть. У меня бывает. Баг заклинит. Это хочет. А что если я сейчас. Типа вон Машка приехала. А я же тут главный. Сейчас я ей покажу. Ну то есть. Какие-то там. Очумовские. Отцовские. Там какие-то вот. Старые программы. Общественные. Там. И. И понимаешь. Как шор на глаза. Чук. Одевается. И вот. Вот. Буфера создаются. Между. Той. Истиной. Которую. Душой чувствуешь. И от ума. Вот так. От нее отдаляешься. И прешь туда. Но ты далеко. Ты привязан. Вот это вот как судьба. Понимаешь. То есть. У души все-таки есть какое-то предназначение. Предрасположение. Либо же это навыки. До этого заработанных. Жизнь. Ну вот. Это и есть. То есть. Ну понимаешь. Какой-то навык есть. И есть люди. Которые. Как бы. Со слабыми навыками приходят. А есть люди. Которые приходят. Такими с навыками. Ну да. То есть у кого-то по жизни просто фартит. Откуда так. У кого-то не так. Вот надо прийти больше. Уроков можно. Ну как фартит. Видишь. Еще много родителей. Значит. То есть. Если ребенок. Без. Кстати. Есть ролик. Есть ролик на канале. Я если буду просматривать второй раз. Думаю. Прикреплю. Где тут у нас. Вот здесь наверное будет. И там. Суть в чем. Потому что. Когда мы воспитываем ребенка. И без нельзя. Без понимаешь. Вот когда он с его пальцем в розетку. Ты ему бьешь по пальцам. И он. Бля. Почему он такой жестокий. Моя мама. Только что она меня кормила молочком. Моя любовь. А тут она меня бьет. Почему так. Почему. И он у него короткий. Он у него 15 секундный. Как в тиктоке. И он об этом тут же забывает. Но вот эта субличность у него сохраняется. Понимаешь. Он тут же быстро переключается из одной субличности в субличность. И поэтому важна вот та субличность. Которая включается. Вот капризного мальчика. Вот завтра нам предстоит. Важно ее отвлечь. Важно ему объяснить. Важно ему дать вот слово любви. Понимаешь. Сказать, что ты творец. Ты бог. Но вот это вот опасно. Это приведет тебя к такому концу. Что потом будем жалеть. Поэтому тебе это запрещено. Сынок. Крепись. Ты станешь сильнее. Прими. Дети тоже приходят. И они же. Он же понимает, что он слышит. Он выполняет все функции, которые ему задаешь. И озвучил то, что вот я сейчас озвучил. Завтра. Например. Когда наше дитя будет просить телевизор. Просить разложение. А политики ему еще рано знать. Но такие простые вещи. И важно ему повторять. Что когда ты вырастешь. И ты. Ну. Ну можно. Но вот это тоже. Ты благодарен будешь. Это уже видишь в перетягивании одеяла. Это ошибка. Это типа. Когда вырастешь спасибо скажешь. Это отчет. Тем более спасибо. Понимаешь. И вот например. Взять судьбу Моргенштерна. Это обычный двоечник. В школе. Я был таким же. Меня так же выгоняли с уроков. Но если бы у меня была такая богатая мама. У него. Моргенштерн был еще в тех годах. Или точнее бы меня бы. Ну может быть залаханили вообще как-то. Потому что в условиях того криминального. Райончиков. Я так не случилась. Значит. Бог меня предогородил. Показал мне что такое зависимость. Что такое солевая зависимость. Что такое вот алкогольное. Дурбайная. Для чего? Для того чтобы я показал свой путь другим. Но я себе лично. Я такой вот сделал. То есть понимаешь. Важно любое. Хоть что у тебя произошло сзади. Сам как бы интерпретировал. Конечно. Конечно. Перевернуть самые лучшие обстоятельства. Я вижу с этого пользу. То есть я забираю оттуда энергию. То есть все что с нами произошло по детству. Такие зажимы. Вот эти вот. Как бы триггеры. Это была энергия. Вот. И возвращаясь туда. Понимая что я ее сам создал как создатель. И понимаешь. Мы многие вещи в детстве еще решили прятать. В том плане что ну что-то стрёмное. Кто-то кого-то обоссал по пьяни. Или в рот дал. Или еще что-нибудь там с говном связано. Или. Ну. Вот такие моменты. И они бывают происходят. И потом этот человек. Либо потом блять всех говном мажут. На уровне эго. На уровне ума. Остается вредителем. Потому что как он себя может простить. Как он себя может полюбить. Он все время смотрит тебе в глаза. А подсознание у него говно всплывает. Понимаешь. Даже вот по этим. Чтобы Бога бояться. Так то они. Возлюби ближнего. Как себя самого. А если я себя без любви отношусь. По сути это говорит о другом. Это говорит. Ты относишься к другим. Как к себе самому. Хочешь повысить качество отношения к себе. Других людей люби. Заботься о других. Проявляй любовь. Внутри себя любовь проявляй. Ко всем. Можно и нищему подать. Вот. Из сострадания. Из жалости. Из зажима. Да. А можно из расширения. Что я вот могу. Я тебе даю. И да. И он там в своей жизни. Там. Зажатый. Там. Принятый. Это. Он генерирует твою энергию. Всю жалость. Но в своем мире ты останешься рядом. Ну а лучше конечно помогать сильно. Кем-то развивается. Все есть энергия. Мы в океане купаемся просто. Я могу много об этом говорить. Сигаретами. Да вот как в прошлый раз я это бросил. Вот так вот. Полтора месяца назад я просто такой. Что-то у меня нос загадило. А я такой. Бросил. Сейчас видно нос. Видишь. Вот так же как у других. От носа отлегло. А для чего я курю? Для того чтобы тело почувствовать. То есть вот сейчас вот я выкурил. Я даже до этого сигарету скурил. То есть еще даже сигарету. Даже четыре там. И я чувствую как по крови понимаешь она течет. То есть я чувствую границы своего тела. Хоть мы по сути являемся всем и наблюдателем и объектом наблюдения. И самим процессом. Мы и есть Бог. Мы внутри Бога. Мы внутри ума. То есть по сути тут даже трудно понять. Что внутри чего. То есть мы внутри любви. Души. Общей души. Или внутри общего ума. Понимаешь. И вот эта вот траектория время, пространства и чувства. Вот он создается объем. А многие живут в плоскости. Просто время и пространство. То есть у кого материальные ценности. Они вот здесь по плоскости ползают. А важно взлететь над этим. Пробудиться. И однажды в жизни сделать это. И тогда когда ты пробудился. У тебя просыпается знаешь что. Можно помечтать. То есть опять же отключить ум. И понять о кем я хочу когда выраст. Встать. Как ребенок. Ну к ребенку к своему сходить правильно. И правильно там простить все дела и все остальное. А тут вот прям вот просто в моменте. И туда любви послать. Ну ты до туда скорее всего фиг дойдешь. Почему? Потому что по пути у тебя будет много сомнений. Ну каждый день если ты будешь радоваться тому себе. Что ты стала лучше. Чем была вчера. То есть я вечером всегда радуюсь. Я всегда радуюсь тому что своим заслугам. Ты знаешь как много я еще мог бы сделать. У меня еще в пять раз больше перечень того что вы увидели в моих возможностях. Но я сделал сука маленький кусочек. Вот сегодня что я сделал. Неважно остановиться и поблагодарить себя. Поблагодарить мир за эти возможности которые я сюда принес. Поблагодарить за то что игра так красочно устроена. Что еще вот сколько вариантов кучи. А у кого то нету этих вариантов. Тут и живет скучно. Тут и блять ну бог ну че когда ты меня удивишь. Это робот. Это робот. Я миротворец. Я просыпаюсь с утра. У меня глаза горят. У меня много что делать. Я победитель по жизни. Я чемпион. Я муравей который тащит. Я буду тащить по любому. Каждый день. Находить себе повод. Для того чтобы делать этот мир лучше. А что мне мешает. В объемах возрасти. Так опять же мой ум. Мои блоки. И которые со временем я убираю. Становлюсь энергопоточнее. Классная лекция. Лайк поставишь. Да. Сейчас я как раз про деньги буду снимать ролик. Быть надо было. Поехали. Попишись. И все уведомления нажми. Потому что вдруг трансляция выйдет. Тебе бах сверху упало. Такой мирку на связи. И ты зайдешь. Такой опа. Что там говоришь. Может быть это будет судьба. Может быть это будет прям. Именно то что тебе сейчас нужно. Но учитывая то в каком я направлении двигаюсь. Я думаю так и будет.